Собачья скорость, помноженная на собачью силу. В минувшее воскресенье в Магнитогорске впервые состоялись соревнования по ездовому спорту. В нашем городе он только начал развиваться, но уже собрал немало поклонников. На старт вышло около 70 участников. Начали с забегов, закончили заездами, за состязаниями четвероногих, а также их хозяев наблюдала и наша съемочная группа. Одни нетерпеливо поскуливают в ожидании стартов, другие приветливо обнюхивают своих собратьев, знакомятся. Доберманы, терьеры, лабрадоры – собаки всех мастей, размеров и пород. Ограничений для четвероногих участников нет, но самые многочисленные здесь, конечно, это звезды ездового спорта хаски. Ездовой спорт подразумевает породы любых собак. Конечно, более профессиональные он уже рассматривает, это конкретно северные ездовые, и на данный момент уже в России стали использоваться метисты, метисты собаки. Впрочем, пока пробежать в упряжке готовы не все. Попьен Мисте – один из самых миниатюрных хвостатых участников. На таком не покатаешься, а вот рядом с хозяином несется с удовольствием. Именно с детских стартов начали соревнования. Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне! Кани Кросс – это тоже дисциплина ездового спорта. Она как нельзя лучше подходит для новичков. Собаку и человека соединяет поводок, который по правилам прикрепляется к поясу. Но многие из начинающих участников держат его в руках. Подопечной Дарьи Овчарки Джесси всего три месяца, но уже сейчас они усиленно тренируются вместе. Бегаем с ней по утрам семь часов. А удается удержать в руках? Не вырывается? Ну, когда как. Иногда вырывается, иногда нет. Преодолеть дистанцию без помарок удается не всем. То собака свернет к столбику, то ее напарник не удержится на ногах. Но и хозяин, и его питомец выкладываются одинаково. В зачет идет командная скорость, а нарывок у финишной черты спортсменов подвадривают зрители. Отдельная категория «Кто на чем». Здесь уже бегут только собаки, буксируя за собой молодежь. В ход идут санки, тюбинги и даже лыжи. Эта команда получилась по-настоящему семейной. Сыну и его четвероногому другу преодолеть путь помогала мама. Еще маленький вес, маленький. Собака мощная, может унести. Старый шестан катался, а с этим пришлось бежать. Самое зрелищное – соревнование у пряжек на десерт. Здесь не так много участников, всего 8 команд. Ездовой спорт «Магнитки» только зарождается. Опытных каюров, так называют погонщиков, в городе пока нет. Но для первого чемпионата со своей задачей спортсмены справляются блестяще. 5, 4, 3, 2, 1, вперед! Вперед! Для катания на собаках каюру особая кипировка не требуется. А вот обмундирование для хвостатых спортсменов есть индивидуальное. Для каждого зверя создается своя издовая шлейка, которая подбирается в зависимости от роста и веса животного. Главное здесь удержаться на нартах, специальных санях для заездов. На крутых поворотах это непросто. Порой и рядом пробежать приходится. На старте преимущественно хаски, но у этих признанных бегунов есть быстрые соперники. Доберманы Габи и Аруба рвутся к победе. Как результат – лучшее время. Правда, выступали они в отдельном от северян классе. Доберманы – это спринтовские собаки, поэтому Доберманы рассчитаны на короткую дистанцию. То есть на короткую дистанцию они достаточно быстро. Но если им дать длину, например, 10 километров, конечно, они устанут. А хаски наоборот. То есть они просчитывают свой маршрут. И когда на длинной дистанции, они будут свой держать стабильный темп. В упряжке по два пса, но может быть больше. Алексей, победитель заездов, говорит, вывел бы четверку, но конкуренцию ему никто составить не смог. Поэтому кататься пришлось только с Максом и Элли. Хозяина – голубоглазые звери слушаются беспрекословно. Конечно, собаки вообще не должны отвлекаться на соревнованиях, беге. То есть они должны быть приучены к тому, что у них цель бежать, слушать команду и бежать по трассе. Выбирается лидер упряжки, который лучше слушает команды, который может вести всю упряжку за собой, чтобы его слушались собаки. Это тоже важный момент. В награду хвостатым спортсменам угощение, их хозяевам и зрителям заряд положительных эмоций. Начало ездовым состязаниям «Магнитки» положено. Первый чемпионат состоялся и наверняка не последний, надеются организаторы. Елена Вишнякова, Егор Суханов, информационная служба, медиагруппы «Знак». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова